Приветствую вас! Вы знаете, обычно, когда человек задаётся вопросом, значит, разобраться в себе, когда человек хочет разобраться в себе, обычно есть какой-то конфликт. То есть, чтобы разобраться в себе, нужно разрешить какой-то конфликт, противоречие внутреннее, да? И, соответственно, противоречие, его для начала нужно найти. То есть, кто или что борется, с кем или с чем? Вы пишите, встречаемся с парнем три недели. Ну, это здорово, что встречаетесь с парнем три недели. Живем вместе практически сразу. Это вот не есть хорошо. Потому что, с одной стороны, тот факт, что вы так сразу отдались молодому человеку, да? То есть, ну, по сути, сказали, вот, вот я твоя, да? То есть, я с тобой всё. Это, на самом деле, смещает ценность вашу для молодого человека. То есть, он вам предложил вместе встречаться. Ой, вместе жить. Или вы сами предложили ему вместе жить. Или, может быть, может быть, он предложил, а вы согласились. Понимаете? То есть, это вот, на мой взгляд, такие моменты, ну, которые, понимаете, нужно рассмотреть. То есть, вы говорите, практически стали жить вместе. Но кто мы, кто мы, вы стали жить вместе с ним. Это ваш выбор, это ваше решение жить с молодым человеком. Понимаете? И у этого решения есть причина. У этого решения есть основа. Нужно знать, что это за основа. Ведь вы же почему-то согласились вместе жить с парнем сразу. А ведь три недели – это маленький срок для того, чтобы узнать человека. Да и примечательно, что самого парня вы практически не описываете. То есть, какой это человек. Какой образ жизни он ведет. Какие у него взгляды, что вы чувствуете с ним. То есть, как вы себя чувствуете с ним. Понимаете? Далее. Недавно сделал предложение. Ну, это, опять же, довольно поспешно. То есть, три недели человека знает, что я сделал предложение. Но, с другой стороны, если вы видите, что мужчина романтично настроен, если он считает, что вы девочка его жизни, то, кто знает, может быть, так оно и есть. И в этом смысле, отказывать человеку, ну, вот, в его порыве, было бы не совсем правильно. То есть, опять же, понимаете, предложение можно сделать по-разному. Предложение можно сделать скользко, можно сделать довольно пышно. Предложение можно сделать не серьезно, а можно сделать серьезно. понимаете какая история и в этом контексте опять же не ясно не ясно как именно вам сделали предложение понимаете и насколько серьезно это предложение по вашему мнению насколько серьезно вообще мужчина да дальше я была счастлива а от чего вы счастливы вы наверное хотели брака вы наверное хотели замуж ну получается так что вы хотели замуж видимо раз счастливы вы если если вы хотели замуж значит опять же чем-то это обусловлено понимаете то есть есть причины по которым вы хотите замуж эти причины очень важны для вас по крайней мере понимаете просто поймите именно вот мысль да что то что происходит с вами сейчас то что происходит с вами это не из ниоткуда взялось у этого есть основание у этого есть причины надо и от того насколько вы видите эти причины от того насколько вы отдаете себе отсчет о них зависит ваше дальнейшее ну поведение и развитие вашей жизни то есть предложение о замужестве от ну человека которого вы знаете не так давно сделал вас счастливой я не думаю что вас сделала счастливым счастливой именно предложение саму и я не думаю что вас сделала счастливой то что это сделал именно этот человек я не думаю что я не думаю что счастливой я думаю что счастливой вас сделала именно то что по вашему мнению означает предложение о замужестве предложение о замужестве а это уже согласитесь совсем другой момент это уже согласитесь совсем другая история понимаете понимаете далее вы говорите теперь как только рассказала друзьям стало задаваться вопросом зачем ну вот знаете поначалу поначалу мне так показалось мне показалось что говорите вы о том зачем я рассказала зачем я рассказала друзьям о том что выхожу замуж а поначалу мне так показалось вот а почему мне так показалось да потому что смотрите вы озвучили друзьям то, что хотите, что-то хотели, вот то, что вы ходите замуж, друзья это услышали, поняли, и это их, вероятно, ну, не впечатлило, то есть это им, вероятно, оно как-то вот пришлось не по душе, то есть они, возможно, высказали сомнение относительно этого, ну, если они не сделали это в открытую, то, вероятно, они дали вам понятие, что, мол, вот, как бы скептически от них, то есть вы, наверное, ожидали от них какую-то другую реакцию, это первый момент, и момент второй, что вы сами, сами счастливы, но вы не были уверены, вы не были уверены в том, что, ну, вы поступаете правильно, и когда вы рассказали друзьям, получили обратную связь, вот, вы еще больше в этом убедились, в том, что поступили вы, ну, не очень, так сказать, обдуманно, приняв это предложение, вот, и опять же, и опять же, здесь могут быть нюансы, то есть, я не знаю, как обстоят дела, может быть, все не так на самом деле, может быть, все иначе, но в любом случае, когда вы озвучили это, это стало реальным, и вы поняли, что, как бы, реальность, она, ну, вот, такая, такая, что еще раз говорит о том, подтверждает, точнее, точнее, то, что ваше счастье к реальности отношения не имеет, то есть, либо вы запрещаете себе чего-то ходить, например, либо вы боитесь чего-то, опять же, я, конечно, не могу сказать, чего именно вы боитесь, не знаю, не могу сказать, чего вы боитесь, вот, но, что, что боитесь, это, скорее всего, то есть, чего-то где-то, чего-то вы опасаетесь, вот, ну, и, собственно, дальше вы пишите, что все превращается в рутину, да, значит, так, все, на первых, барах счастливы, все же, на первых, барах счастливы, а потом наступает рутина, и люди расходят, все верно, интересно, почему вы об этом сказали, то есть, да, люди расходятся, да, наступает рутина, это так, но наступает рутина, во-первых, далеко не у всех, и люди расходятся далеко не, ну, далеко не все, далеко не каждые, пара распадается, вот, и здесь у меня вопрос к вам, из всех возможных вариантов событий расклада, из всех возможных раскладов, вы выбрали именно этот расклад, то есть, расклад, расклад, что вы разойдетесь, и здесь у меня опять-таки вопрос, а что, у вас уже был опыт, что кто-то расходился, может быть, например, ваши родители, или кто-то из ваших друзей, откуда именно такая проекция, откуда именно такое видение ситуации, откуда оно, ведь оно же откуда там взялось, оно же не на пустом месте, появилось подобное, да, значит, у этого также есть причина. И, на мой взгляд, с этими причинами тоже нужно разбираться. Вот. То есть, здесь у вас, возможно, есть страх, боли, особенно если вы уже обжигались. Здесь есть какие-то ваши собственные потребности, желания, которые вы сами себе запрещаете, ну, по какой-то причине. Ну, вот. Здесь есть, значит, соответственно, может быть страх одиночества. И в некоторой степени, на мой взгляд, у вас присутствует еще и некая такая неуверенность ко мнению других людей, и более серьезный барьер между реальностью, то есть та реальность, которая объективно существует, и между тем, чего хотите вы и где находитесь вы. Вот. Вот. То есть, есть ваши желания, они, как бы, находятся за пределами реальности. За пределами, ну, я не знаю, за пределами достижимого, по вашему мнению. То есть, вначале вы обрадовались, вначале вы счастливы, а потом хоп, и сразу вас, как бы, с небес на землю, да, спустили. Вот. Но так вообще мысль здравая, действительно. То есть, спешить здесь не стоит. Ну, опять же, понимаете, чтобы увидеть по факту ситуацию, нужно понять, что за человек рядом с вами. То есть, как вы чувствуете себя с мужчиной? Может быть, если вы чувствуете себя с ним здорово, чувствуете себя с ним хорошо, то вообще, кто знает, может быть, это действительно ваш человек? Это же неизвестно. Вот. Но объективно, объективно, спешить за мужество не стоит. Вот. То есть, понимаете, лейтмотив всего моего ответа в том, что вы задаете вопрос, на который, значит, хотите получить ответ. Вот. Да. Да. Но не предоставляете информации. То есть, вы не предоставляете информации для ответа вам. То есть, чтобы разобраться в себе, нужно понимать, в чём разбираться. Конфликта, конфликта у вас, именно конфликта у вас я не увидел. То есть, да, есть некая спешка, безусловно, некая спешка есть, присутствует спешка. Вот. Но это может быть конфликтом. То есть, вот, я спешу, я не знаю, зачем я спешу. Если так, то вы спешите себя обезопасить. Вопрос, опять же, только в том, от чего вы себя хотите обезопасить. Что вы хотите получить для себя, как бы. Вот это, пожалуй, важно. Это, пожалуй, важно. Действительно, очень важно. Да. То есть, молодым человеком нужно спокойно сесть и поговорить. А, значит, чего хотите вы от него и от отношений. Чего хотите вы для себя и чего хочет он. Может быть, молодой человек боится вас потерять. Такой тоже может быть, в принципе. Вполне. Вот. Понимаете? Опять же, важен опыт. То есть, если, например, у него нет опыта, это одно. Если у вас нет опыта, это другое. Если у него есть опыт, это одно. Если у вас есть опыт, это другое. Если у вас обоих есть опыт, это одно. Если у вас обоих нет опыта, это другое. Понимаете? То есть, говоря опыт, я имею в виду отношения. То есть, если вот вы друг у друга первый, грубо говоря, это одно. Если он у вас первый, а вы у него нет, это другая история. Если наоборот, третья история. Если у вас, у обоих есть опыт, это четвертая история. И в каждой из этих историй есть свои нюансы. Вы понимаете? В основном, этот нюанс, эти нюансы, касаются тех наработок, которые вы получаете в процессе освоения опыта. То есть, грубо говоря, он у вас первый. Но вам, допустим, 25 лет. Тут момент. 25 лет он у вас первый. Первый мужчина, с которым вы сразу стали жить. То есть, как бы, это психологическое поведение, например, да? Ну, плюс еще стеснительность, неуверенность в себе, возможно, и так далее. Молодой человек, если вы у него первая, та же самая история. Если вы у него не первая, а он вам делает предложение сразу, после трех недель, значит, он видит вас в ту, кто может дать ему то, что он хочет. А если вдруг вы перестанете давать ему то, что он хочет, какие будут последствия, нужно проверить. А как он ведет себя в сорах, конфликтах, как решает проблемы с вами, нужно проверить. Понимаете? Поэтому давать какие-то рекомендации без общей картины личности вас обоих, мне кажется, недальновидно. Я бы на вашем месте взял бы одну-две консультации у психолога, чтобы все конкретно разобрать и прийти к каким-то решениям, каким-то выводам уже. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.